всем привет ну что пришла пятница развратница поэтому займемся развратом в моем случае пищевым подсела короче говоря вот на такие батончики ореховые миндаль с кофе вообще короче сейчас театр выпускает премьеру я конечно не прямой участник ну все-таки косвенный участник все равно под задолбалась потому что все в абсолютно взвинченном состоянии у всех дикий стресс все на нервах и на мне это тоже сказывается в крысу наснимала вам момент подготовки к премьере что там за кулисами происходит и все такое не знаю можно выкладывать на склеить либо нельзя получится ли у меня там что-то путнее смонтировать или не получится прийти мне по шапке или не прилетит просто считаю что нам сегодня было бы полезно приобщиться прекрасно почему нет когда-то тем более когда мы с вами увидим еще подготовку новой премьеры правильно как у нас выходные проходят как у нас суббота проходит в компании вот такой вот девчонки вот такой вот девчонки валяемся тут все все валяемся всей семьей просто валяемся просто валяемся просто собачка играешь пиша при давай привет всем привет передай пиша скажи что-нибудь скажи скажи привет а вообще короче знаете чё не люблю хвастаться такими вещами но мама отдала мне свою сумку прада я уверена что это типа оригинал прада по одной простой причине ну потому что типа она не в россии куплена была а далеко за ее пределами и давным-давно но типа носить мне ее некуда и носить то я ее как бы не особо планирую потому что ни с чем некуда и она слишком маленькая для меня я хожу за рюкзаком вот ну хотя бы так похвастаюсь на видео сниму тот факт что у меня есть оригинал прада привет пупсики чудо я сегодня малости хировасто выгляжу поэтому сейчас переключу камеру туда вперед и свой фейс скрою и расскажу вам чё почем хоккей с мячом как-то у нас на улице ветрено пасмурно и не очень жизнерадостно соответственно настроение такое же из дома выходить мы сегодня без необходимости не планировали но ударило мне в голову что хочу приготовить капкейки потому что у меня скоро день рождения я не думала что буду звать гостей но получилось так что все-таки позвала и решила что торт покупать не буду хочу испечь что-нибудь сама и буду печь шоколадные капкейки сегодня будет такой тестовый вариант сейчас идем за ингредиентами казани экспресс меня конечно люто подвела в плане того что я заказала кондитерский мешок а потом когда дело дошло до доставки они типа его отменили я такая ну ок будут у меня капкейки без крем-чиз в этот раз ко дню рождения сделаю скрем-чиз закажу мешок уже на вайлберис скорее всего поэтому вот сейчас ходим по магазинам не оставляем попытки найти кондитерский мешок сейчас зайду еще в пару магазинов где предположительно его можно найти если не найду то просто приду и спеку шоколадные капкейки и покажу это собственно говоря вам вот такие вот дела так ну что добрый вечер а что это значит это значит что сейчас мы будем готовить с вами капкейки и я такая счастливая потому что урвала сливочное масло 82 процента по достаточно выгодной цене и по акции в пятерочке никогда не думала что в 26 лет меня будет это так сильно радовать но 26 еще пока не исполнилось исполнится на следующей неделе а продукты то я не принесла сейчас их принесу и покажу вам что купила в целом приобрела такой небольшой набор для капкейков так что мне не нравится как мальфон которая не так должна лежать Данил Владимирович пришел в целом приобрела такой достаточно стандартный набор для капкейков но потом пересчитала эту сумму денег на ту которую могла бы потратить на обычный торт из масс-маркета и поняла что проще было бы действительно купить торт но на самом деле нифига не проще потому что мне просто вот ну хочется испечь самой вот это вопрос принципиальный спонсор данного видео уральский мясокомбинат говяжий фарш премиум самый лучший пожалуйста свяжитесь с нами мы сами вашим лицам очень увлекательную историю рассказал сейчас Данил она и правда не на камеру ну кому надо по секрету расскажу короче говоря вот купила достаточно стандартный набор для капкейков это вот такие силиконовые формочки на казань экспресс взяла то есть у меня будут бумажные формы куда я буду заливать тесто и ставить вот сюда потому что в прошлый раз я пекла капкейки черничные и из-за того что я форму их налила а формы не зафиксировались они у меня расплылись короче потеряли форму короче формочки взяла на казань экспресс заказала вчера в 7 вечера сегодня в 5 они ко мне уже приехали так и еще нашла я все-таки вот такой вот силиконовый рукав который вот с насадками идет что-то он мне вышел рублей 170 купила его в магазинчике китайского барахла у нас недалеко есть ларио кофе якобс три в одном сожди с нами пожалуйста отец мне очень нравится Данил меня смотрит 80 человек 80 просмотров набирают видео кто с тобой должен связаться кто-то из якобсов мне три в одном очень нравится кто с тобой должен связаться нас смотрит три с половиной человека я вам очень благодарна за это я обожаю каждого из вас потому что вы невероятны вы мне пишете такие теплые слова которые просто ну очень сильно откликаются у меня внутри особенно низкий поклон вообще ангелине это невероятный человек если бы не она мне кажется youtube канал музыкнулся бы уже год назад Данила я тут такие вещи людям трогательные говорю и ты чайник на фоне включил ароматный кофе якобс а я просто это не перезапишу потому что это действительно слова которые идут от души и от сердца такое не повторить возвращаемся к капкейкам далее идет у меня продуктовый набор вот я взяла чек и по чеку у меня вышло 400 рублей 399 рублей 94 копейки с учетом того что какие-то продукты у меня уже есть дома x5 retail group свяжитесь с нами лучший магазин покажу то чего у меня не было и я купила короче говоря крем чиз вот такой вот стандартный это будет который сверху вот такая вот шапочка на кексик он мне вышел тоже по акции сейчас скажу 127 рублей 99 копеек вообще я считаю почти даром потому что по моему на моей памяти он стоил дороже сахарная пудра для этого же крема вышла мне 29 99 по моему легендарная плитка шоколадки которую старые бабули дарят детям она годами лежит в холодильнике а потом передаривается кому-нибудь другому короче вот такая плитка шоколадки гуляет вечно из рук в руки никто ее не ест все передаривают и мне кажется я единственная кто ее сейчас купил по собственному желанию за собственный кровной день нет это бабаевский люкс темный который помнишь нам тоже дарили и она у нас пролежала года два в холодильнике а потом я ее тоже сунула кому-нибудь в подарочный пакет я даже не помню кому если кто-то это смотрит извините так вышло короче говоря она стоила 79 99 но я знаю что это хороший темный шоколад типа достаточно качественный состав я прочитала кстати кстати меня удивило я смотрела россия щедрая душа тоже темную плитку и там составе был этиловый спирт для кого-то чего в шоколаде спирт интересный моментик короче говоря тут состав мне понравился возможно я взяла для выпечки и сейчас эта плитка у меня уйдет вся в кекс вот оно масло которым я очень радовалась 180 грамм у меня по рецепту как раз идет 100 грамм на кексы на капкейки и 80 грамм идет на крем чиз я прям дико порадовалась что тут пачка 180 грамм 82 с половиной процента и вышла она мне вообще сейчас не поверите просто 119 рублей 99 копеек я вообще так рада была прям я всю дорогу шла и восторгалась ну вот и собственно говоря кефир 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 34 99 два с половиной процента там по рецепту либо кефир либо сметану можно добавить либо йогурт без сахара я знаю что кексы отлично делаются на кефире поэтому я взяла кефир еще там по рецепту идет мука она у меня есть разрыхлитель у меня есть яйцо у меня есть и по-моему ванилин ванилин у меня по-любому есть у меня что-то я недавно пекла печенье и все что нужно для выпечки у меня есть вот этих продуктов у меня не было я собственно говоря и приобрела вот извиняюсь что дико получилось затянуто встретимся с вами когда я уже испеку кексы и покажу вам готовый результат потому что как обычно по традиции рецепт у меня в телефоне мне нужно туда заглядывать а когда я всю смесь приготовлю мне нужно будет на видео что нибудь смотреть такое вдохновляющее и воодушевляющее и и поэтому готовить вместе у нас наверное к сожалению не получится отстань мне нравится мне нравится мне нравится а короче говоря есть у меня еще одна идея для болталки просто сесть с вами поговорить о чем-нибудь о том что типа накопилось на кипятке я не знаю надо ли это не надо ли любите ли вы такой формат не любите ли вы такой формат короче напишите в комментариях снимать для вас болталку или не снимать потому что Daniel говорит что у меня очень много воды видео очень много болтологи это не интересно никто смотреть не хочет поэтому все зависит от вас если вы хотите посидеть со мной поговорить чай попить кофе попить я для вас сниму этот видос потому что есть что рассказать в общем Пишите, надо оно вам не надо. Сядем с вами поговорим. Ладно, все, я приступаю готовить. Меньше слов, больше дела. Так, я тут поставила шоколад и сливочное масло на водяную баню. Сейчас все это буду топить. Аккуратненько. У меня, конечно же, по традиции, моя верная помощница. Моя подмастерия. Которая мне диктует, как правильно готовить. Мишня, ты хоть не ори. Ты хоть не ори, пожалуйста. Что, у тебя маленький кексик? Это первая партия. Я не знаю, почему они у меня слегка потрескались. Мне кажется, очень много муки я добавила. У меня дело с шоколадом смогу политься. Ну где она там, ложка? Там пипетка может закрыть? Нет. Там просто одна ложка, а не полегода. Ну, как бы... Так, теперь я еду. Похоже на заболевую какашку. Ну, давай, пробуй. Я другую насадку попробую сейчас. Больше надо. А у меня больше нет. Это, по-моему, самая большая. Все, пробуй. Ну, так и так. Вот вторая партия кексиков у меня уже получилось куда красивее и интереснее, как мне кажется. Они уже получились такие с шапочкой, такие пышненькие, приподнялись. Но я в первый раз думала, они будут покушнее поднимутся и побоялась добавлять тесто. Сейчас добавила в этот раз во вторую партию побольше. И они у меня такие получились с шапочкой. Ну, с кремом я пока экспериментирую. Еще не приноровилась до конца ко всем этим насадкам. Поэтому на это-то внимание не обращайте. А вот. Но... Хосенок доволен. Качеством проделанной работы. Да, Вишня? Субтитры сделал DimaTorzok